Продолжение следует... Что, какие темы получили свое некое развитие из того, что мы обсуждали, например, накануне. Ну, во-первых, действительно, управляющий активами Шувалова подтвердил покупку квартир на Высоткино-Котельнической. Это история, которую откопал Алексей Навальный у себя в блоге и на сайте разместил, что якобы Шувалову принадлежат сразу несколько квартир Высоткино-Котельнической набережной. Большое количество квартир за большое количество денег. И действительно, но при этом документы на покупку этих квартир говорили о том, что их скупает владелец компании КСП «Капитал» Сергей Котляренко, под управлением которой эта компания, то есть в частности, находится активы вице-премьера Игоря Шувалова. В принципе, здесь никто ничего не отрицал. Котляренко действительно подтвердил сообщение о покупке квартир. Игорь Шувалов, я так понимаю, совершенно не отрицает того факта, что Сергей Котляренко тот человек, который управляет его активами. Вот, в принципе, вот такое развитие. Ну и всякие другие темы тоже получили свое развитие. Слава Богу, наконец-то наша студия появилась наш гость. Это старший научный сотрудник Института Катона, президент Института экономического анализа Андрей Иларионов. Андрей Николаевич, здрасте. Добрый день, Ирина. Добрый день нашим радиослушателям. Да, я вот как раз нашим слушателям рассказывала о развитии истории с активами Шувалова и с скупкой этих квартир. Ну, уже много всего сказано было и о том, что это не коррупция или коррупция, и что мог Шувалов себе позволить такое количество квартир за такие деньги или нет. Я бы хотела просто вас спросить, как у человека опытного, в этом смысле работавшего в Кремле, как вообще люди, у которых есть возможности, финансовые возможности, административные возможности, выходит из такой ситуации, ну, почему в конце концов не купить себе квартиру, пока ты находишься в власти, у тебя просто есть деньги, свои собственные. Вы знаете, мне кажется, ответ на ваши вопросы, на многие сопутствующие вопросы, которые задают и которые сейчас обсуждаются в нашем обществе, зависит от ответа на другой главный вопрос. Как мы воспринимаем наш сегодняшний режим, нашу политическую систему, наше государство и наше общество российское? Если это рассматривается в качестве стандартного, цивилизованного, современного, там, демократического, не побоюсь этого слова сказать, либерального, там, режима политической системы, которые известны нам по образцам Западной Европы, Центральной Европы, некоторых наших бывших республик, которые стали независимыми государством, например, Республики Балтии, или Северной Америки, или там, Востока, например, Японии, Тайване, Южной Кореи, то понятно, там, Австралии, Новой Зеландии, Израиле, то это совершенно невозможно, потому что это находится за пределами того, что считается возможным легально, этически, по стандартам государственных служащих и так далее. Однако, если мы рассматриваем наш современный, современное не очень хорошее слово, наш нынешний политический режим, наше нынешнее государство в качестве некой реинкарнации Московского царства, образца 15-16 веков, 17 веков, то это очень нормально, потому что вельможа, который получил должность в государстве, боярин, дунный дьяк, окольничий или постельничий, использует свое положение для того, чтобы... Виталий совершенно естественный. Московское царство или современное цивилизованное общество, характерное, по примеру, некоторых и многих даже сейчас, уже не только, собственно говоря, и Латинская Америка практически вся такая, очень многие азиатские страны такие, очень многие африканские страны такие уже, а, собственно, таких, как у нас, в общем, остается очень немного, и даже трудно себе представить. Вот, я даже, к примеру, какие-то аналоги достаточно трудно сейчас уже назвать. Ну, мы с вами сегодня будем шагать немножко назад, в том числе. Я бы хотела сначала шагнуть назад не очень далеко, в начало нулевых. Начало нулевых, тучные годы, вы находитесь в том числе в власти. А как тогда это было? Как тогда покупались квартиры или там какая-то собственность вообще? Как это все происходило? И насколько это тяжело быть чиновником высокого ранга и говорить, да, у меня есть вот машина, есть квартира, есть дом, или у меня ничего нету? Как это все происходило тогда? Вы знаете, наверное, я не лучший специалист для того, чтобы комментировать такие вопросы, потому что свою квартиру я, насколько сказать, покупал задолго до того, как пошел на работу в администрацию. Во время администрации никакой квартиры не покупал, и вообще никакого имущества недвижимого не приобретал, ни дачи, ничего. Поэтому здесь сказать не могу. Но даже вот за те почти 17 лет существования именно этого политического режима, условно говоря, там с августа 1999 года, вот уже сейчас июль 16, практически 17 лет, но может быть там не с августа 1999, там с января или с мая 2000-го годов, то можно выделить, я бы сказал, четыре таких периода. Они условно, конечно, но вот первый период, я бы сказал, назвал бы питерский период. Это период этого государства или этой команды, когда было довольно много привлечено людей, приехавших из Петербурга, и которые искренне, неискренне, но достаточно целенаправленно воплощали некую модель реформ, реформирования. И тогда даже, по-моему, и в кабинете президента тогда, и в кабинетах многих чиновников, в том числе в Кремле, висел портрет Петра Первого. То есть, поэтому, так сказать, питерский период, он не только такой некой отвлеченный название. Действительно, там они висели, эти портреты. А потом они были сняты. Это очень интересно. Потом, я бы сказал, начался такой московский период. Это в каких годах примерно? Ну, мне кажется, это вот после четвертого, то есть, это четвертый год, я думаю, вот с отставкой Косянова и с назначением новых там премьер-министров, да, хотя он сам, ну, он, кстати, московский, по-моему, да, но это был такой московский период. Но, тем не менее, как все было средство вокруг Москвы. Потом был такой, мне кажется, сочинский период, когда значительную часть времени руководство проводило в Сочи и руководило страной из Сочи. А вот последние два с лишним года, мне кажется, такой крымский период. То есть, вот, несмотря на такие внешние, вот, формальные оценки, но, мне кажется, содержание действий и традиции, и обычаи, характерные для действий государственной власти, отличаются. То, что было в первом периоде, во втором, в третьем и в четвертом. Вот, мне кажется, такой, уже такой разбитной характер. Это характерен как раз более для последнего периода, когда уже ограничений никаких, ни внутренних, ни внешних нет. И поэтому вы можете обсуждать, можно обсуждать там квартиры Шувалова, можно обсуждать поездки на этих, на Геленвагенах. Что бы мы ни называли, это уже свидетельство, как бы, совершенно другого состояния именно государства, государственного аппарата, который, например, в первые годы даже этого же, вот, политического режима, были невозможными. Ну, сейчас продолжим эту тему немножко с другой стороны. Уже зайдем со стороны общества, скажем так, и реакции общества на все эти события. Я напомню нашим слушателям, что сегодня особое мнение Андрея Ларионова. Мы продолжим буквально через несколько минут. Особое мнение Андрея Ларионов и Ирины Воробьевы здесь в студии. И продолжая, собственно, тему, в том числе Шувалова, ну, тут просто некий набор получился. Значит, Гелендвагены, да, ФСБшники, дальше футболисты и их там супер-мега-вечеринки за кучу денег. Шувалов с квартирами, Дмитрий Медведев с какими-то очень красивыми ботинками за большую сумму денег тоже. По отдельности, наверное, эти истории, наверное, как-то бы даже растворились. Но мне кажется, что люди очень остро реагируют, а общество правда остро реагирует, потому что обществу сейчас непросто. В том плане, что все же говорят, ну, даже Дмитрий Медведев говорил, денег-то нет. Я так понимаю, что денег и не будет еще очень долго. Значит, я сразу только хотел бы разделить разные истории. История футболистов – это одна история. Футболисты, как бы мы к ним и не относились, что бы они делали, какие бы безумства ни творили, глупости, бестаркности, они частные люди. Те к ним соответствующие отношения. Кто бы говорил, что они носители что-то там российского, это полная ерунда. А вот государственные служащие, занимающие высокие посты или, как вот называется там, опоры государства, разъезжающие на Белинваген, они в данном случае просто скопировали, как чеченцы, что ли, которые по Москве ездят. Ну, в принципе, это очень хороший такой яркий пример, потому что это как служилые, служивые, обязанные служить, обязанные служить государству и так далее. Опять-таки, если к этому относиться, как к цивилизованному государству, могут ли, например, там, не знаю, представьте, сотрудники Ми-5 или Ми-6 разъезжать по Лондону. Ну, нелепо, да? Или там, я даже не знаю, какая структура в Америке этим занимается, НБ, наверное, или ФБР, значит, по Вашингтону. Это невозможно себе представить, но ни в каком сне. Вот, то есть, в этих, это, а уж там, не знаю, Прага, Таллин, Вильнюс, ну, это смешно, да? Однако, если рассматривать это, там, типа Грозный, Москва, там, Сарай, Батуи, как бы все нормально, совершенно естественно. Поэтому, опять-таки, если это рассматривать в качестве очередной реинкарнации некого средневекового государства, Московия, в котором все общество, или, точнее, все люди, граждан там не было, все люди разделены были на опричников, которые управляют, и тягловое население, которое обязано платить под эти тягло и тащить, как бы, все это, тогда, как бы, все это нормально. Поэтому опричники выезжают, так сказать, на своих конях, проезжают по этой деревне, проезжают по этой деревне, значит, приторачивают к своим, значит, седлам, такие-то головы, или такие-то хвосты, это совершенно естественное явление. Поэтому мне удивляется только, почему на Голенвагинах не было этих хвостов и этих голов. А так должно было быть для полного соответствия. Но, в принципе, Сорокин в дни опричника это все уже описал. Так что, еще раз говорю, мы не должны по этому поводу особенно возмущаться, если мы правильно воспринимаем наш политический режим, наше государство. А вот что касается того, как тягловое население воспринимает, воспринимает это, как долго будет продолжаться не только внешние признаки этого, но и экономическое благосостояние. Ну, в общем, у нас есть некоторая уже статистика, накоплено достаточно существенные уже данные, несмотря на регулярные призывы, заклинания различных министров правительства и до премьеры и президента о том, что у нас там кризис заканчивается, закончился, вот мы уже вылезаем и так далее, кризис продолжается. У нас, по крайней мере, есть одно стабильное явление в нашей сегодняшней жизни, то, что кризис продолжается. Так себе явление. Да, то есть, если мы посмотрим, то он у нас продолжается уже точно два года и один месяц. Он начался в апреле 2014 года. И вот уже по данным статистики, такой показатель, который считается в ежемесячном режиме, не в ежеквартальном, как и делает Федеральная служба статистики, но можно посчитать некое подобие волового внутреннего продукта, такой реальный выпуск, не по всем параметрам, но по основным, примерно 70-70% всего выпуска. Вот у нас получается сокращение происходит уже в течение двух лет и одного месяца. Но интересно, что за это время сокращение реального выпуска оставило 10%. Месяц мая 2016, апрель 2014. То есть, это не среднегодовой показатель к среднегодовому, они будут меньше, естественно. Но месяц к месяцу 10 с лишним процентов. Это уже приличный показатель. Это уже сопоставим с падениями, например, 2008-2009 годов. Там, правда, годовой показатель, но, тем не менее, по масштабам это сопоставимо. Там такой резкий кризис был. Да, но он быстро закончился. Здесь долгий, длинный, главное, что он не заканчивается. Но что еще очень интересно. Вот сейчас мы уже по состоянию мая 2016 года опустились фактически до уровня, на котором российская экономика находилась в августе 2008 года. То есть, мы получим еще данные по июню, через пару недель. Если еще хотя бы на один процентный пункт реальный выпуск снизится, то мы точно выйдем на август 2008 года. И получится, что вот эти 8 лет, за эти 8 лет с августа 2008 к июню 2017 года мы вернулись туда, где находились 8 лет тому назад. Поэтому 8 лет можно вычеркнуть с экономической точки зрения, можно вычеркнуть из процесса роста, процесса экономического увеличения национального продукта. То есть, с этой точки зрения экономический кризис длится уже не 2 года, 1 месяц, а уже будет длиться 8 лет. Это совершенно другое явление. Кстати говоря, многие наши граждане, которые, может быть, и не разбираются во всей статистике, которую публикуют наши службы, тем не менее, их ощущение, говорят, как спрашиваешь, а как долго длится кризис? А для меня кризис длится с 2008 года. И в общем, в какой-то степени статистика это в большой степени подтверждает. Вот это следующее сопротивление. Наконец, среди вот этих показателей есть некоторый показатель, который действительно производит такое шокирующее впечатление. Потому что, если общий выпуск сократился на 10%, как мы с вами говорили, то объем инвестиций упал на 37%. На 37% по сравнению с пиком, который был достигнут в январе 2013 года. Но понимаете, 37% это более чем третье. А это почти 40% объема инвестиций, которые существуют, это невозможно объяснить ни падением цен на нефть, ни какими-то санкциями, ни другими вещами. Это глубокие системные проблемы. И для тех, кто хотел бы разобраться в этом, нужно говорить об этом. Что произошло? Ну и плюс, конечно, к тому это сокращение реального потребления, которое у нас отражается, скажем, в падении розничного товарооборота. Он упал на 15%. Реальные денежные доходы на 11%. То есть, такого, в общем, у нас не было с момента переходного кризиса, переходной экономики, когда переходили от советской плановой экономики к рыночной экономике. Это начало 90-х годов, практически все 90-е годы. По сравнению с этим, это следующий кризис по масштабу. Но самое интересное, обратите внимание, наши власти, всякие министры, эксперты, которые работают с властью, хотя пытаются поднять настроение, не очень удачно, но тем не менее, пытаются поднять настроение граждан, рассказывать о том, что кризис заканчивается, или вот уже закончился, или что-то уже куда-то поползло. А вот господин Иванов нам рассказывал на Петербургском кризисе о том, что... На Петербургском форуме. Хорошо. Что там химическая промышленность на 30% куда-то пошла. В общем, статистика этого не знает. Это знает только, видимо, руководитель администрации. Но дело не в этом. Дело в том, что никто из правительственных чиновников и правительственных экспертов, кстати, включая и господина Кудрина, присоединившийся к ним, не рассказывает о причинах кризиса. Вот они говорят, да, типа вот санкции сильно не действуют. Многие же говорят, не действуют, да, хорошо. И вроде цены на них так не сильные. А что именно влияет? И вот тут на них нападает какая-то такая молчанка. Они боятся произнести самое главное заветное слово. Почему? А если проанализировать, то нашего кризиса есть две причины. Вот я не случайно знал, что когда у нас начался кризис, формальный кризис, пик был достигнут в апреле 2014 года. Сразу же после Крыма. Совершенно верно. И после того, как был совершен акт аннексии Крыма, нелегального присоединения, после того, как началась война с Украиной, после того, как началась конфронтация со всем окружающим миром, это было воспринято как сигнал того, что одна страна решила противопоставить себя всему миру. В условиях нынешней экономики, политики, жизни это невозможно. И те инвесторы, те бизнесмены, те предприниматели, кто еще как-то инвестировал в страну, приняли решение этого больше не делать. Потому что инвестировать в страну, которая ведет войну со всем миром, это просто выбрасывать деньги на ветер. Поэтому одна из важнейших причин нынешнего кризиса – это та политика конфронтации, которую проводит нынешний политический режим. Мы сейчас опять поставим запятую и вернемся через несколько минут особое мнение Андрея Ларионова. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Напомню нашим слушателям, что сегодня в нашей студии старший научный сотрудник Института Катона, президент Института экономического анализа Андрея Ларионов. Мы закончили перед перерывом на первой причине кризиса. А какая вторая причина? О второй причине можно сделать такое разумное предположение, учитывая то, что как раз вот это сокращение инвестиций началось, пока пик был достигнут в январе 2013 года. На самом деле до этого в течение почти года инвестиции находились фактически на стабильном уровне. Медведев был президентом. А это говорит о том, что перелом произошел в 2012 году. Что у нас произошло в 2012 году? В 2012 году много чего произошло. Да, а как вы думаете, такое заметное событие, которое не осталось неизменным, незамеченным. А Болотное происходило по поводу чего? Ах, вырежем их. А я поняла, о чем вы говорите. Хорошо, давайте поговорим. Хорошо, Болотное происходило по результатам протестов, которые произошли в 2011 году после выборов. Нет, Болотное у нас проходило по случаю инаугурации избранного президентом, якобы избранного президентом господина Путина. Это принципиально важно, потому что 2011 год – это 2011 год, а Болотное происходило именно по случаю инаугурации. И вот сам этот факт занятия четвертого или третьего президентского срока, в зависимости, как считать, власти антиконституционного, как мы все понимаем, потому что в Конституции четко указано два срока и все. А вот во всех конституциях европейских государств есть формулировка такая. Два срока подряд и все прекрасно понимают. На всех языках. От английского, французского, немецкого, финского. На всех языках это означает одно и то же. Два срока и все. Два срока подряд. Так вот, нарушение, грубейшее нарушение Конституции было воспринято в частности российским предпринимательским сообществом, бизнес-сообществом, как недопустимость инвестиций в страну. И вот, собственно говоря, именно с этого, с 2012 года, с января 2013 года это стало очевидным, стало падать. Это то, что можно назвать научным словом локаут. А в просторечии это будет забастовка предпринимателей. Это не только, что кто-то ее организовал. Вот там не какой-нибудь там Борис Титов или РФПП, олигархи, ничего подобного. Это тысячи, сотни тысяч, миллионы решений, которые принимаются разными людьми в разных концах страны, никоим образом друг с другом не согласованным. Просто говорят, в этих условиях, непонятных условиях, в условиях, когда нарушается самый главный правовой документ страны Конституции, инвестировать в такую страну, в такую экономику, чрезвычайно опасно. Поэтому лучше вывести эти деньги куда-то в другое место. Либо потратить на потребление, либо инвестировать, не знаю, куда-нибудь там, не знаю, в Чехию, в Финляндию, в Англию, в Испанию, куда угодно. Но не здесь. И этим объясняется гигантский отток капитала из страны, с другой стороны, прекращение инвестиций, резкое падение инвестиций здесь. Иными словами, вторая причина того экономического кризиса, который продолжается у нас, является, если первая геополитическая конфронтация с миром, то первая чисто политическая. Это голосование о недоверии той политической и правовой системы, которая существует в нашей стране. И поэтому теперь вы можете задать мне тот вопрос, который вы хотели задать, но еще не задали. А вы, видимо, хотели задать вопрос о том, а как долго это будет продолжаться. Нет, я хотела не это спросить. А, ну, людей-то интересует это тоже? В том числе. Но я, честно говоря, в ужасе хотела спросить, что же нас ждет в 2018 году, если Владимир Путин решит снова выйти на пост президента. Так почему только в 2018 году? Потому что в 2018 году ближе всего. Зачем вы так ограничиваете сроки? Ваш вопрос надо переформулировать таким образом. А как долго это будет продолжаться? Не когда это будет в 2018 году? Адвир дает экономическая наука, которая довольно тщательно изучала связь между экономическим ростом и разными другими показателями. Но это очень интересная, очень важная вещь. И выяснилось, что есть некоторые показатели, которые тесно связаны с экономическим ростом. Этот показатель носит в русском языке такое слово правопорядок, который плохо понимают некоторые обитатели некоторых заведений. А в английском языке носит хорошо известный, по крайней мере для многих наших граждан, такой термин rule of law. Тоже верховенство права или правопорядок. Так вот выясняется, что при том состоянии верховенства права или отсутствия верховенства права, которое наблюдается сейчас в России, экономический рост выше определенной планки в принципе невозможен. Ну, то есть может быть оно и возможно теоретически, но по крайней мере в истории человечества не наблюдалось ни одного случая, чтобы страна с таким низким состоянием правопорядка, с таким низким состоянием rule of law, верховенства права, достигала и переваливала бы через определенный рубеж. Там в зависимости от того, какие единицы измерения брать, обычно считается ВВП по паритетам покупательной способности, может быть 12 тысяч долларов в ценах 2002 года или 15 тысяч долларов в каких-то других ценах или 18 тысяч других ценах, не имеет значения, потому что цены можно менять и так далее. Но вот если посмотреть по последним данным, вот эти 8 лет, вот эти 8 лет российские ВВП на душу населения пляшут около, с нижней стороны вот этой границы, и ее никак не может перейти. Интересно, что во всем мире, вот в современном мире, нет ни одной страны с таким состоянием правопорядка и верховенства права, которая бы пересекла бы эту границу. Есть одна или две очень богатые нефтяные страны с очень небольшим населением, где вот этот рост ВВП обеспечен за счет нефтяной ренты. Так может и у нас получится. Но там, понимаете, там если население страны 3-4 миллиона человек и гигантская рента, ну это еще можно сделать. А вот с населением в 143 миллиона человек, без аннексированного Крыма и Севастополя, это как-то не получается, потому что эта рента, хотя и большая, все-таки население оказывается еще более существенным. Поэтому в ответ на ваш вопрос, как долго это будет продолжаться, мы можем твердо, уверенно сказать, всегда. Это будет продолжаться всегда, ровно до тех пор, пока будет наблюдаться такое состояние правопорядка или отсутствие такого правопорядка. Поэтому, когда уважаемый Алексей Леонидович Кудрин рассказывает, что он приготовил и готовит какую-то реформу судебной системы, он вводит заблуждение, ну точно своих слушателей, в том числе и своего, как это, заказчика. Ну, если сам этого не понимает. Потому что судебная система не меняет права. Судебная система – это маленькая-маленькая деталька в общей системе права, в общей системе правопорядка, в общей системе права. Ну, я тоже надо менять, согласитесь. Потому что главным арбитром в нашей несчастной стране не кто является судом. Нет? Да. А тот, кто занимает места в таком месте, вот недалеко отсюда, под названием Кремль. Потому что, когда возникают какие-то вопросы, вот, например, как у вас там возникает, вы ходили сегодня на заседание суда, а куда люди пишут? Говорят, нет, вот, наверное, начальник-то не знал об этом. Наверное, начальнику-то не сообщили, он же в Пекине был. Он летел в Пекине. А, видите, сразу главное сообщение, то есть, не о том, виноват, не виноват, был факт, не был факт, был такой вопрос. А вот с начальником связались или не связались? Ну, это кому как, какой главный вопрос? И вообще любой, нет, ну, любой, тот ли губернатор арестован, произошло ли нападение на того или иного бизнесмена, отбирают ли то имущество и так далее. Говорят, а главный-то знает, а главный дал отмашку, а главный не дал отмашку. Как это могло произойти без этого? Наша речь выдает, кто является главным арбитром, главным судьей в этой искаженной политической системе образца Московского царства середины 15-го, середины 16-го веков. Вот. И до тех пор, пока эта система будет существовать, поскольку все будут понимать, что единственным арбитром под любым существенным вопросом является обладатель этого кабинета в Кремле или в Сочи или где-то в другом месте, то с экономическим кризисом у нас все будет стабильно. Так же, как было последние два с лишним года, как минимум, а может быть и последние 8 лет с 2008 года. Хорошо. А если мы берем период возраста России с 1991 года, был же период, когда с этим было получше? Ну вот смотрите, когда у нас было тотальное разрушение правопорядка в 1990-е годы, а именно это происходило, собственно говоря, Анатолий Борисович Чубайс торжественно говорил, главное, что мы добились нашей приватизации, мы лишили российского гражданина представления о справедливости, торжественно сообщал нам Анатолий Борисович. Но понятие справедливости является основой понятия права, правопорядка. То есть, уничтожив правопорядок, Анатолий Борисович с коллегами обеспечили тот колоссальный экономический кризис, который у нас продолжался 9 лет. Ну, при его участии 7 лет, будем аккуратны, объективны. Не будем приписывать ему пару лет, к которому он не имеет отношения. Но зато результаты оказались впечатляющими. Падение влау внутреннего продукта на 40%. В 90-е ничего хорошего не было. А потом, когда началось худо, бедно, по шажкам, какое-то восстановление права в рамках того уровня, который был, у нас пошел экономический рост. Он, по крайней мере, не только выездил. А вот затем, когда мы дошли, мы исчерпали весь наш резерв, который обеспечивал это состояние правопорядка. Вот мы его исчерпали, мы дошли до этой планки, мы уперлись в этот потолок. Мы его не можем преодолеть, потому что дальше требуется обеспечение не только права частной собственности, про которую много говорят, но прежде всего права отдельного человека, личные свободы. Личные и гражданские свободы, и личные и политические свободы, которые у нас так методично уничтожались, и уничтожаются, и продолжают уничтожаться. И с каждым днем, с помощью разнообразных деятелей, вот, и скремляет Государственную Думу, эти права уничтожаются. Поэтому, естественно, что в таких условиях никакого устойчивого экономического родства, в принципе, быть не может. Хорошо, а когда начали политические свободы уничтожать, прямо стало понятно? Строго говоря, конечно, политические свободы, ну, уж так вот уже очевидно, если не говорить о гражданских, это, конечно, 2003-2004 годы, вне всякого сомнения. Можно говорить, конечно, и о посадках крупных бизнесменов, но тогда не все понимали, что происходит. Может, 2003-2004 годы, а вот если говорить о таком маршалу, мы же говорим о разных правах, то есть есть политические, есть гражданские, а есть такая, например, право на жизнь. Вот это даже важнее и политических прав, и гражданских. Вот у нас войны шли на территории нашей страны, в Чечне, в которых в одной и в другой было уничтожено там оценки разные, несколько десятков тысяч наших сограждан, независимо от их национальности. Вот эти граждане были лишены главного права. Не только гражданских прав, не только политических, не только личных, не только имущественных. Они были лишены права на жизнь. Вот люди, которые спали на улице Гурьянова в сентябре 1999 года, их лишили права на жизнь. Люди, которые спали на Каширском шоссе, их лишили права на жизнь. Дети, которые пришли в Беслан вместе с родителями, с дчителями, их лишили права на жизнь. Это лишили не бандиты со стороны, это лишили наши дублестные части, которые штурмовали школу в Беслане. Поэтому в данном случае люди хорошо понимают, откуда происходит угроза правам, и политическим, и гражданскому самой жизни. Поэтому уничтожение прав у нас происходит в течение уже достаточно длительного времени. На эту невеселую ночь приходится прощаться, потому что время совершенно внезапно закончилось. Мы, кстати, совершенно по-другому планировали эфир провести. Но вот так получилось. Спасибо большое. Особое мнение Андрея Ларионова было в программе. Особое мнение на Эхо Москвы.